Всем привет! В сегодняшнем видео рассмотрим второй из самых мощных инструментов Valias. Это инструмент, который находится в группе Curve Edit и называется он Transform Curve, то есть трансформация кривой. Прежде чем рассматривать этот инструмент, перейдем на сайт Valias Work.com и здесь вот в золотых правилах моделирования есть десятое правило Match Curve on Opposite Side, то есть соответствие кривых на противоположных сторонах. Что это значит? То есть вот это ребро должно соответствовать вот этому ребру. То есть если здесь третья степень, то здесь должна быть третья. Но никак, если здесь пятая, а здесь третья, то есть это не проходит этот вариант. По вот этим сторонам то же самое. И фактически у нас имеется в виду еще такая ситуация, когда вот здесь распределение точек по вот этому ребру, контрольных точек. Оно равномерное и здесь равномерное. Не важно, что здесь ребро длиннее в полтора раза, чем вот это. А здесь неравномерное распределение точек. То есть это плохая поверхность. Вот это плохая поверхность. Вот это хорошая поверхность. То есть можно внутрь правила зайти. И здесь вот приводятся все основные моменты. Но самый основной момент это вот этот скрин. То есть здесь приводится инструмент Stretch, который мы уже рассматривали. То есть это вытягивание кривой. Но рядом с этим инструментом находится трансформтеров. То есть попробуем посмотреть, что он из себя представляет. Я на виде топ. Вот здесь создам кривые. Ну возьмем по редактируемым точкам. Зайдем внутрь. Возьмем третью степень. Не униформ. То есть все как стандартно скажем. Возьмем поставим вот здесь. Ну можно одинаково ставить. Здесь как бы особенной роли пока не играет. То есть здесь можно посчитать. Ну поставим вот так. Выберем наши контрольные точки. Сделаем. Придадим какую-то кривизну. Соответственно возьмем вторую кривую. То есть можно контроль-альт привязку. Ну я поставлю где-то вот если с зажатым альтом то привязку по сетке. Не важно она в центре находится. Не в центре сейчас вообще не об этом как бы речь. И соответственно тоже ей сделаем какую-то кривизну. То есть в данном случае у нас если мы сделаем предположим вот эту кривую. ее копию и отразим на вот эту сторону. То у нас получится одинаковый вариант. То есть на одной стороне и на второй. И такая же ситуация если и вторую сделаем. Но если у нас предположим стоит задача не делать одинаковые кривые. То есть если мы делаем одинаковые вот эти копирования или дубирование или отражение по оси. То у нас все одинаковое и структура сетки поверхности будет одинаковой. А если нам необходимо сделать немножечко другую вариацию скажем. Сделаем вот так и придем вот например сюда вот в эту точку. Выделим CV. Но мы должны были по идее не просто простраивать кривую вот эту. То есть вот этот вариант он предполагается но как бы мы не должны были его простраивать. Мы должны были ребро вот это. То есть если мы предположим берем MovePivot ставим его в центр вот этой кривой да. Вот эту пока я отсоединю. То есть если мы делаем стандартные моменты. То есть мы выбираем создали кривую. Берем ее. Ставим точку опора в центр. Идем в Edit, Duplicate и соответственно Object. То есть можно таким образом. Можно зайти в Duplicate Mirror. То есть здесь как бы варианты кому-то тебе нравятся. И у нас соответственно X, Z. То есть Go. Вот она наша кривая которая должна была быть. В этом случае если мы предположим переходим сюда в этот раздел. Modify. Выбираем Transform Curve. Вот он значок второй. Выбираем нашу кривую. У нас появляются вот уже известные нам локаторы. И здесь три варианта. То есть Translate это перемещение, Rotate это поворот, Rotate and Scale. То есть нам необходимо Rotate and Scale. Мы выбираем вот эту часть. И через Ctrl-Alt привязываемся вот сюда. То есть привязались. Дальше переходим выделяем следующую. Если мы будем делать вот так перемещение, то у нас она транслируется просто. То есть если мы выбираем Rotate and Scale, то теперь нам инструмент понимает, что мы хотим ее вот еще и масштабировать. То есть масштабировали. Переместили. Он включает фактически себя и инструмент Stretch. То есть вот этот отдельный, вот этот внутрь расширенный. Можно пользоваться одним и вторым. Можно одним. То есть теперь у нас такая ситуация возникает. Берем объект, нашу кривую. Опять же, что нам необходимо сделать? Поворот. То есть выделяем вот эту. Вот он поворот. Куда мы будем поворачивать? То есть мы поворачиваем, предположим, вот таким вот образом. То есть повернули. И теперь нам необходимо вот эту часть. Вот эту. Поставить ее. Пивот. Вот сюда. Дальше мы ее выделяем. Идем дублируем. То есть миром, но уже по YZ. То есть по вот этой IC. Вот она. И она не совпадает. То есть она не совпала. Соответственно, берем этот инструмент. Уделяем кривую. И у нас здесь что? Перемещение. Вращение. Rotating Scale. Нам нужен Rotating Scale. Почему? Мы, во-первых, если смасштабируем ее, она не попадет вот в эту точку. А если еще и повернем, то тогда мы попадем в эту точку. То есть Rotating Scale. Выбираем. И, соответственно, выбрали вот эту точку. Вот она. Зажимаем Ctrl-Alt. И перемещаем сюда. Она смасштабировалась. Повернулась. Но форма не изменилась. То есть у нас теперь вот структура. Она будет упорядочена. То есть если мы сделаем. Предположим. Ну, пускай будет Square. Обычный, стандартный. То есть одно ребро, второе, третье и четвертое. То есть вот наша поверхность. Если отобразить. То она, в отличие от вот предыдущей, которая у нас. Вот эта. Вот здесь это все неравномерно. То есть здесь вот длина между точками, расстояние между точками вот между тремя одинаковое. А здесь большее и два одинаковые. Да. Здесь вот одинаковое расстояние по этому ребру. Здесь меньшее расстояние, меньшее, большее. Соответственно, здесь одинаковое. Здесь большее, большее, меньшее. А у нас в этом случае получается здесь равномерное распределение. То есть вот этот инструмент, именно вот этот трансформ, у него есть опции. То есть внутри тот же самый вариант кнопок, которые появляются. То есть Translate, Rotate, Rotate and Scale. То есть Translate это у нас просто перемещение, никакого поворота, никакого масштабирования. Дальше Rotate это поворот, появляется окружность, по которой мы это все вращаем до какого предела. И соответственно Rotate and Scale это у нас более свободные. То есть вот этот вариант, он чаще всего используемый. То есть Rotate and Scale, он будет очень часто использоваться в различных ситуациях. То есть сейчас я их приводить не буду, но в дальнейшем в видео будет попадаться этот инструмент. Я буду акцентировать на нем внимание. И соответственно мы здесь распределение по поверхности имеем очень, скажем, ближе к норме, чем ближе к отклонению. Вот. Я вот этим видео коротеньким хотел показать работу этого инструмента. То есть это второй из двух мощных инструментов Valios. И соответственно, чтобы уже дальше перейти непосредственно к следующей теме. То есть в процессе еще будут инструменты появляться, но как бы на этом видео, скажем, основная тема закрывается. Открывается следующая тема, это диагностик шейд. То есть вот эта часть панели, мы к ней еще не переходили. То есть мы в следующих видео будем рассматривать вот эти части. То есть они тоже нужны и нужно уметь понимать, что это такое и как с этим работать. А вот этот инструмент, соответственно, рекомендуемый. Очень. Если интересны по нему какие-то моменты, то нужно обратиться к справке. То есть он во многих видео используется, но, скажем, если у людей затруднения с английским языком, то, соответственно, идет некоторое непонимание, что это за инструмент, как он пользуется и как он работает. Он работает в трех режимах. То есть он перемещает кривую, поворачивает кривую, делает повороты, масштабирование. То есть этот инструмент связан с трансформацией кривой. Не поверхности, а именно кривой. И этот инструмент при моделировании очень часто пригождается.